Здравствуйте всем! Снова мы в секторе МОЖКО 3. Здравствуйте! Команда «Лидер». Один из участников занимается работой, остальные отдыхают. Они дают интервью, поправочка. Так что мы можем выслушать команду. Что интересного хотелось бы услышать? Мы очень счастливы, мы очень довольны, как всегда, просто так и легко ничего не бывает. Потому что с обеих сторон несколько дней нам ужасно мешали товарищи отдыхающие, завозящие на лодках, свои палки через наш сектор, которые совершенно не давали нам работать. Приходилось с ними разговаривать, объяснять, просить, умолять. Вырубили на сутки? На сутки вылетели из обоймы, спасали падающих с камней, те, которые упал, да, парень. В общем, непростой сектор, много зацепов, в воде затопленная полоса. Простите за мой французский, но сектора жутко засраны. Я прошу прощения всем, привет всем отдыхающим. Такое количество мусора, которое пакетов, трусов, тряпок. Я не знаю, такого не видела никогда, давно не видела. Пружины лет, неважно, это кошмар. Сетки, матрацы, майки, носки, трусы, садок. Даже кольцо нашли. Кто потерял кольцо, можете обращаться. Серебряное. Кольцо не золотое. Кольцо не золотое, серебряное. Жуткое. Жуткое. В общем, на каком-то моменте наш Андрей говорит, так, трусы вытащили, майку вытащили, носки вытащили. Скоро водолаза вытащили. Что такое, кольцо нашел. Наверное, скоро человека вытащим. Тело. Ну, тело, ну что это, грязи неимоверное количество. Каждый заброс это безобразие. Чистко водоем. Да. Первые сутки так и было. Пока мы нашли, где мы можем, на какой дистанции вообще производить заброс без зацепа, более, ну нормально. То есть кидаешь в зацеп. Кидаешь в зацеп. Кидаешь в зацеп. Кидаешь в зацеп. Туда, куда мы знаем. Вы это самое не находили? А? Маркером их не находили? Нет. Крючком зацепляется. Маркер не зацепляет зацеп. Я же еще раз говорю. Маркер проходит. Грязь состоит в чем? Не в каких-то там ветках. Ветки вот сейчас появились. Вот мы увидели, где мы теряем рыбу. Вот только сейчас мы увидели. Вот. На самом деле. А до этого... Крючком зацепляется. Чистка водоема. Заброс. Начинаем вываживать. Или просто подтягивать удилище и уходим в зацеп. Оливая, если получается вытащить этот мусор. То есть, ну, безобразие полное. А вообще насчет рыбалки, а то мы все о мусоре да о мусоре. Да. Ангруша. А если насчет рыбалки? Конечно, есть потенциал. Конечно, мы разогнали сектор. И наши мужчины просто уже трое суток. Ну, практически. Да. На самом деле это так и есть. Как я сказала, Леной сегодня шесть часов на троих поспали. Шесть часов на троих. Дело в том, что я тоже себе не позволяю там какие-то... Вообще. Нет. Я иду вровень. Мы команда. Как всегда так было, Лена? Я никогда таких вещей себе не позволяю. Одинаково спим, одинаково едим. Одинаково так же. Первый раз я без вейдерсов. Потому что я знала, что придет пресса. Я устала быть теткой в мешке. В розовых штанах. В розовых штанах, да. По горло. Мне так хотелось, чтобы хотя бы увидели там маечку, ручки. Я даже губки подкрасила. Думаю, сколько ж можно вот это вот в зеленом цвете. Нормально. В цвете карпа. В цвете карпа, да. На самом деле очень такая ночь была хлопотная сегодня. Действительно хлопотная. Что клевало? Было много поклевок. Была первая поклевка ровно в 9 вечера вчера. Но она осталась на этих кустах. Хорошая, неплохая поклевка. Мы даже не видели кто, но она осталась там. Вот. Пока Андрюша пытался, ну как, поднять, знали, что там что-то цепляется. Мы начинали поднимать, хотя бы увидеть. Нет, не получилось. Нет, нет, нет. Он ушел карп. Потом, после этого я, там ребята тоже занимались оснастками, перевязками, шок-лидерами, проверками оснасток. Пошли мы спать. Пытались пойти спать. Где-то я пока наварила кукурузу с коноплю и там что-то возилась по кухонному. Ну где-то в... Ребята пошли спать. Знаешь, как это выражалось? Пошли ребята. Я говорю, я пойду полежу. Куда ты пойдешь? Иди спать. Иди спать. Я тут сама посижу. Я сама подежурю. Мы, в принципе, да, дежурим по очереди. Кто-то идет спать. В основном, пока я варю кукурузу, я сижу. У меня нет проблем там поднять. Я знаю, что они услышат поклевку, выйдут, подхватят. У нас ночью был триплет, кстати. Правда все... Да. Да, был триплет. Давно не было триплетов у нас. Все три рыбы взяли. И самое интересное, что я брала на первую палку. Ну, то есть сработала первая, вторая. Я взяла, вот там стоял подсак на мате. Взяла подсак и сработала третий. Хорошо пошла. Я его бросила и немедленно хватаю... Тут микрофончик, Лена, это руками масло. И вот немедленно хватаю третью с таким удовольствием и понимаю, что там что-то тяжеленькое. Я начинаю медленно себя вести. Потому что даю фору мальчикам вывести то. Я знаю, они выведут. Все нормально, подсаки есть. Три подсака, все в порядке. Я так медленно это пытаюсь... Ну, Андрюша молодец. Троечка была. Такая троечка с хвостиком хорошая, приятельенькая. Да, с хвостиком. Елена Викторовна. Вот, я сказочница, я знаю. Но мне приятно, потому что очень хорошая аргаша сегодняшней ночи в 12.10 поклевка. Небольшая, но зачетная. В 12.20 поклевка. Тоже небольшая, но тоже в натяжечку такая, там, кило сорок. Зачетная, кило сорок. А, кило сорок. А не может быть кило сорок. А не может быть кило сорок? На моих местах можно. У нас было кило сорок. Там может быть кило сорок пять. Да, у нас по правиле нет. Клянусь вам, у меня есть, могу взвесить все что угодно. Нули как бы могу быть только на килограммах, да. Да, ровно килограмм у нас было. А на взвешивании сегодня мы знали что-то, наверное, скорее всего, оливай, чтобы был там, да, килограмм, а не 975, как это обычно бывает. Ты не добраться что ли, Андрой? Потом была очень серьезная поклевка в 4 утра. Потом без 25. Надо что-то хорошо било. То есть, все. Вот с двух часов ночи, то есть, ну где-то там пытались поспать часик, что-то тут, кто-то начал шуметь, что-то начали ракетчики бросать. Уже сон прошел, потому что нужно было договориться с ними, чтоб не было безобразия, но невозможно. Сколько таких? И с этого, с этого момента, ну то есть, где-то там полтора часа, может быть, как-то поспали. А нам тоже, ульяники. 15. Спасибо огромное. Привет, привет, ульяники. Ульяники, это прям... Надеюсь, скоро появимся. Нам сегодня говорили, вам вообще не стыдно там на взвешивании 5 килограмм, ну, 5 килограмм. После рыбы из ульяников? Вы гордитесь рыбой? Взвешивать 3-5. Мы говорим, ну вот это сегодняшняя наша гордость на 5 килограмм. Вам не стыдно гордиться 5 килограммами после ульяников? А пусть... Вам не стыдно? А я Миша так сказал, говорю, нет проблем. Пусть приедут сюда, там поймают пятнашку. Пусть поймают хотя бы пятерку. Да. Вот, ну в общем, было очень приятно, потому что потом последовала еще одна, и еще одна, и еще одна. Ну оставим, чтобы были незачетники. То есть это уже визуально было видно, что можно... Ну вот, были в таком лахаться, поэтому когда прошли судьи на взвешивание, думаю, боже мой, я только искупалась вот в воде, и сказали, что будет пресса, и мы будем с Андрюшкой сниматься. Вот, я быстренько накупалась, переоделась и сказала, все, сегодня вейдерсы я не одеваюсь. Да, я сказала, даже курить не буду, чтобы помадку не... Лайн в моей, ты вчера грелся, кстати. Грелся, грелся. Вот, ну в общем, ребята, прекрасное утро было. Сейчас есть действительно немного времени рассказать об интересных нюансах. Проходит мелкая, очень мелкая, одна в одну. Я уже точно знаю, что после нее начинают эти двоечки, троечки, и между ними такие мы умудрились выхватить пятерочку. Андрончик. Чем я очень сегодня довольна. А вчера у нас была шесть триста пятьдесят. Ну, в моих глазах она была все... Вещи бросать. ...семь с половиной, естественно, потому что после наших малышек мне казалось, что все, вот оно, счастье, это биг хиш. Нет. Нет? Пятьдесят грамм не дотянули. Вот еще один хороший. Ну, еще помпи взяли шесть восемьсот. Да, я вообще-то все... Ну, тут, в общем, интересное было утро с сюрпризами. Да. Ульяна, Герке привет. Так что Ульяникам огромное спасибо, очень интересный опыт был. Здесь очень маленький. Потрясающе. Все поняли, что здесь находятся... Ульяники, мы к вам приедем. Один из наших едоков. Обязательно. Роман Анатаныч, иди сюда, ну иди в кадр. Роман, ну заходи, ну что ты? Иди в кадр, иди. Он на всех эфирах засветился. Юрка, привет. Это хорошо, что смотришь эфиры отсюда. Вас сейчас холодно, а у нас посмотри как. А мы в мальчику, нам жарко. Так что все классно, всем привет. Написали, жду. Жди. Обязательно будем. Ну, Максан, ну скажи. Три обезьянки с меня. Бокс мы сделали на Ульяниках, так что я с удовольствием, мы с удовольствием, и не только мы. Хотим поехать и потрясающей красоты, и рыбой, и гостеприимство, и хлебосолье. Он в Буковеле. Замечательно. Здорово. А мы... Я хотела поплавать, а мне сегодня, ну как по законам соревнований, нет страховки на мое плавание. Но очень хотелось искупаться, честно. Нет, нет страховки на утоплении. Даже страховки нет на спасение. Андрон кольцами по этому, блин. Пузико по асфальту. Нет на тебя, Роман Наташ. Так что очень интересный был день, и позавчера у нас был шикарный. У нас был шикарный день. Это был такой драйв, это был такой адреналин. Ты правильно поставил, очень правильно. Если бы не наши кустики, которым нельзя сплавать, и которые нельзя там хотя бы как-то ленточками отметить, что там раскоряченные эти зацепы. Опускали, когда помнишь? Да, да, да. Очень печально, когда из-под носа уходит. Ты уже видишь, как говорят, ой, у меня ушла вот такая рыба. Я не могу сказать, что у меня ушла вот такая рыба с вот таким хвостом. Я видела, что это для меня... Я тоже зеркалочку сегодня поймала. Да, кстати, я очень люблю зеркальных. Был маленький, да, отпускаю. Наши некрасивая зеркалка здесь. А что, идет прямой эффект? Реально красивая. Андрюшкин, ну там ставь свое... Всем привет. Уставшее лицо в кадр. Лидера рулит. Лидеры очень трудятся. Причем вот такие интересные у нас дела. Короче, все нормально. Надо работать, работать, еще раз работать. Мы сейчас включаем уже не третье дыхание, а четвертое. Всем, кто нас смотрит, большой привет. Спасибо всем. Спасибо всем. Команда идет, работает. Да, нам надо трудиться. Мы теряем время, правда. Лена, все будет. Хорошо. Кто написал? Всем привет от Дмитрия. А, все, поняла. Глеша, красавчик. Глешечка. Глешечка. Глеша, я на старте, делать шары. Все. Первый пошел. Да, Глеб Егорыч. Слушай, жарко сегодня что-то. Пипец. Вот. Да, хуже чем шара, явно надо это. Надо раздеваться. А я как раз тепленький, чтобы поставить. Да, мы тут советовали Абитону делать короткие эфиры, поэтому не будем его задерживать. Нас посетил главный мозгокрут. А теперь Сережа Песков. О, Серега, привет. Как дела? Здорово, сябры. Жаве Беларусь. Жаве Беларусь. Да, я надеюсь. Сейчас там дубак страшный. Дубак. Вова говорит, у них там ворши 16. 16 минус 17. 16 минус 17. 16. Сколько? Плюс 23, 24. 23, 24 плюс точно есть. Ночью и 6 градусов. Ночью, да. Сейчас солнце палит. 5 градусов было. Вот. Нет. Так что, всем, ребята, привет, приезжайте к нам. В следующий раз. Да. У нас уже корона прошла. Мы уже какую? Четвертую, пятую прививку. Я уже мокрый сижу. Да. Мы уже сделали все прививки, которые можно сделать. Так что, все классно. Мне уже прислали на четвертую. Но ты, потому что старенький. Сколько тебе, Андрей? А? Сколько тебе? Мне? Ну, я помладше тебя. Ну, мне не прислали. Ну, потому что ты севернее живешь. До вас еще не дошло. Ты же хуй хайвский. Все, ребята, всем привет. Они работают. Давай вставай работать, Андрюха. Фортекс рулит. А мы обедать поедем. Ха-ха-ха. Бай всем. Бай всем. Бай всем. Издали нам машину. Банда. 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 Я, кстати, покажу сразу слайги спонсоров. Да. А ты снимаешь и продолжаешь, да? Да. Я, как бы, закончу эфир. Андрон. Да. Иди к спонсорскому флагу. Разверни его мою сторону. Кто на его фоне покупался. Микрофончик возьми с собой. Не убейся только, Андрон. Я в страховке. Я в страховке. Ха-ха-ха. Ты с тобой есть страховочка. Спонсор нашего турнира. Компания Спортекс. Банда Спортекса, привет. Всем привет. Банда Краснодара. Артемка, привет. Петр Петрович, привет. Всем здрасте. Всем, кто видит, привет. Банда. Спасибо за то, что были с нами. Дальше будут уже эфиры. Пойдут. Спасибо всем, кто слушал и смотрел. Ставьте лайки. Как говорится, подписывайтесь. Не забывайте про нас.